Всех приветствую себя на канале, я Роман Головин и сегодня я продолжаю цикл своих медицинских лекций. И конечно, как всегда, я буду акцент делать на духовное развитие в этом заболевании, на какие-то тонкости, которые не указывают традиционной медицины. Сегодня мы будем разговаривать о пневмонии. Итак, пневмония довольно-таки распространена заболевание, практически все люди на земле болели в течение жизни этим заболеванием в той или иной форме. Это инфекционно-воспалительное заболевание, которое затрагивает нижние дыхательные пути. Альвеолы, бронхи, легочную ткань, бронхиолы. Причин очень много различных бывает, очень много различных микроорганизмов вызывает. Не только, есть инфекционные причины, которые вызывают пневмонию, есть неинфекционные причины. И различные пневмококки, стрептококки, стафилококки, синегнойная палочка, даже кишечная палочка может вызывать. Бывают другие различные типы пневмонии, в том числе и радиационные, различные аллергические, ожоговые и так далее. То есть разных пневмоний бывает довольно-таки много. И самое основное, нужно понимать, что не все заболевания пневмонии, в отличие от каких-то заболеваний, бывают приобретенные. И большинство врачей, да, они думают, что все-таки пневмония, это в большинстве случаев приобретенная. Кажется, что приобретенная. На самом деле пневмонии могут вызывать А. Порчи. Б. Те же темные, которые есть у людей. И 3. Могут быть жизненные уроки. То есть у человека практически в программе прописывается эта пневмония, у него ослабляется иммунитет, и человек начинает болеть этим заболеванием. То есть практически просто ветер подул, все, человек заболел. А бывает так, что люди ходят там зимой в свитере. Я вот много лет ходил в свитере, да, я периодически болел, конечно. Болел, когда жил за границей, жили в горах. Вот, отопление с перебоями было. Ну, я капитально простыл, конечно, честно скажу. Вот, до сих пор иногда зимой подкашляю. Вот, очень сложно тоже было выздороветь. Правда, я не лечился ничем, старался собственными силами. И с помощью сущностей. Вот, но очень сильно, конечно, хроническая пневмония была. Вот, и зимой просто ни с того ни с сего начинал кашлять. А также бывает и аллергическая пневмония. Поэтому природа довольно-таки разная бывает. Есть факторы, которые вызывают, например, горе ящиков, например, да, там может быть. Вот, когда болезнь сердца, кариозность зуба там и так далее. То есть, может быть риск воспаления. Если уже приобретенное заболевание, то, в принципе, оно лечится. Вообще без проблем, очень быстро. В том числе и сущности, к которым мы обращаемся, они очень хорошо такие заболевания лечат. Любые хронические заболевания, они требуют внимательного подхода, что традиционной медицины, что нетрадиционной медицины, что наших подходов. То есть, чем дольше болеет человек, тем сложнее и дольше его надо лечить. Всегда вызывают подозрения, когда человек заболевает на ровном месте. То есть, вроде бы не прослужался, вроде бы ничего такого не было. Но раз и заболел. То есть, и осложнения такие в виде пневмонии пошли. Поэтому всегда надо внимательными быть. Возможно, да, и порчу на самом деле кто-то нанес. И темные могли появиться. Конечно, если человек знает, что он там где-то простудился, такое да, бывает. Но в основном это все-таки приобретенные заболевания. Часто это переохлаждение. Люди, которые после переломов, длительное лежание, либо после инсультов и так далее. В пожилом возрасте, когда люди долго живут, застой происходит, образуется постепенно пневмония. Как начинается пневмония из заболевания легких. То есть, температура может быть суфибридной, повыше. До 39 доходи даже градусов может. Кашель. Естественно, такие основные симптомы. Совсем уже запущенные. Ну, мокроты, естественно, потом отделяться начинают. Запущенные какие-то варианты могут быть. Это когда боли в легких. Бронхиты могут сопровождаться с альвеолитами и так далее. Вот, различные методы диагностики существуют. И рентгеновские методы исследования. И компьютерная томография существует. Аускультация. То есть, когда слушают с помощью стетоскопов, аноноскопов. Доктора. Перкуссия. Когда выступают. То есть, где что. На рентгеновских снимках будет видно затемнение. Бывают различные очаговые формы. То есть, будут проявляться, да, либо небольшие где-то очаги, либо долевая пневмония, когда целая доля легкого может быть затемнена. Бывают с осложнениями, пневмоторакс, когда и бывают проблемы, когда в полость плевра жидкость выходит и так далее. Даже при наличии ВИЧ-инфекции тоже осложнения бывают в виде пневмонии. Головокружение, повышенная потливость, вялость может быть у таких пациентов, у таких людей возникать. Бессонница, апатия. УЗИ можно легких тоже делать. Броскоскопию проводить. То есть, есть различные методы обследования. То есть, это заболевание довольно-таки четко и легко визуализируется, выявляется, диагностируется. То есть, проблем никаких в аутенционной медицине в этом плане нет. Главное понять причину этого заболевания, как всегда. Потому что, если причина темная, либо порча, либо жизненный рог, то его очень сложно лечить. И оно может затянуться. Поэтому, в этих вопросах нужно быть очень аккуратным и очень внимательным. Я понимаю, что люди, которые не понимают, как все устроено на этой планете, естественно, материалисты. Врачи, им сложно, конечно, понимать все эти детали. Да, никто их не осуждает. Мы, возможно, тоже когда-то такими были. Но, все равно, для людей, которые ищущие, думающие, понимающие, естественно, есть всегда варианты, которые могут быть у людей, которые не относятся к приобретенным заболеваниям. Это заболевание, оно на самом деле очень неприятное, потому что доставляет человеку серьезный дискомфорт. В виде слабости, в виде кашля, как бы, да, то есть люди, как бы, постараются, чтобы тебя рядом не было, когда ты болеешь. Во-первых, есть шанс, если это инфекционное какое-то заболевание, заразить других. Поэтому такие люди, они изолируются, не ходят на работу, вот, стараться не общаться с другими людьми, если есть возможность изолироваться на какое-то время. И, естественно, такими вещами не шутят. Надо, конечно, обращаться к доктору. Если честно сказать, что, если, допустим, да, какая-то тяжелая форма, там, человек там пытался, лечился, лечился, не долечился, да, можно не побрезгать даже антибиотиками, да. Хотя многие сыроеды, веганы против этого, но бывает так, что по разным причинам заболевание не только бывает приобретенное. А если оно, там, имеет другую форму и не лечится, нет возможности к контактерам обратиться к каким-то продвинутым в этом, в этой степени, в этом плане, то, конечно, даже надо прибегать к антибиотикам, к повышению иммунитета, потому как можно даже от этого и умереть. Вот, ну, то есть, неплохо было бы консультации у врача традиционного, консультация у какого-то контактера, который понимает, как раз-таки, в заболеваниях. Это очень важные такие моменты, то есть, нужно край найти, потому что большинство людей, вот, в том числе и я к себя тоже, к этим людям причисляю, немножко фанатеть начинаем, да, начинаем фанатеть от каких-то ситуаций. Все, я духовный человек там, все, у меня своя дорога, мне вот этот мир не интересен, там я в коконе, все, ребят, меня не трогайте и так далее. То же самое и с какими-то заболеваниями, которые могут привести к ужасным последствиям. Когда мы начинаем заниматься самолечением, люди ищут какие-то психологические решения вопросов, на самом деле это далеко не так, потому что с точки зрения психологии это все очень сильно преувеличено, как бы, да, то есть, многие написали такие книги, люди ими пользуются, думают, что вот, если я там кого-то обижен, значит, какое-то заболевание происходит. Если там то-то, значит, какое-то заболевание, на самом деле это все неправда, вот, и психологических проблем очень мало, на самом деле, которые вызывают такие заболевания. Ну, в этой жизни очень часто составляют задуматься и делать, как бы, профилактику, не только как рекомендуют традиционной медицины, там, да, вести активный образ жизни, повышать иммунитет, хорошо спать, нервничать, нервничать, находиться дальше от заболевших людей, регулярной прогулки на свежем воздухе и своеобразной терапии инфекционных болезней. Да, это правда, вот, но есть другие моменты, когда человек, занимаясь духовным развитием, понимает, как этот мир полностью устроен и обладает трезвыми знаниями, трезвыми мыслями, что везде должна быть золотая середина, да, вот, ну, пример, например, вы живете на севере, вы веган, у вас есть два варианта, либо чуть-чуть подъедать, скажем, какую-то рыбу зимой, да, либо яйца какие-то, где можно взять, там, какие-то элементы, вот, там, витамин Д, например, там, В12, или ходить в солярий загорать, то есть, человек сам выбирает, либо он иногда будет подъедать животную пищу зимой, либо ходит в солярий, то есть, что для человека больше подходит, что он хочет, либо какие-то добавки, вот, синтетически принимать, то есть, три варианта, ну, например, пример, да, а фанатик какой-нибудь скажет, ой, я там сыроед, там, ну, у этого сыроеда через несколько лет посыпется эмали, зубы посыпятся, и проблемы со здоровьем начнутся, потом человек скажет, ребята, сыроедение веганство – это плохо, это зло, вот, статьи какие-то мерзкие писать в интернете будут, так же, как вот многие люди, которые смотрят нас с Анастасией, либо подобные каналы, которые не разбираются ни в чем, но зато очень сильно критикуют, даже если кто-то что-то там не понял, советую лучше побольше смотреть и мой канал, что-то непонятно, лучше пишите вопросы, особенно под видео в ютюбе, чтобы мы подробно вам разжевали, рассказали, вот, что происходит, либо еще побольше смотрите видео, потому что сразу, как бы, понять такие вещи, но невозможно, то же самое, что выучить японский язык, вам в совершенстве знать его, то есть, как мы можем понять японца, если мы не знаем японский язык, так же и здесь, да, то есть, вот этот язык знаний, вот, космический язык, как угодно называйте, нужно время, чтобы это все понять и внедриться. Если брать мою статистику, кто чаще болеет пневмонией, да, это заболевание в основном приобретенное, потом порча идет темные, в меньшей степени, ну, процентов, может быть, 70, это приобретенное, 30 процентов на темных и на порчу уходит. Вот, еще есть кармические заболевания, которые я не сказал, тоже может быть, как бы, периодически, частые простудные заболевания, то даже и осложнение относится понимание, тоже может быть, но гораздо реже. Поэтому это заболевание в большей степени лечится. Пишите свои комментарии, вот, подписывайтесь на наш канал, давайте темы для видео, если мы что-то еще не снимали, обязательно снимем, вот, всегда на связи, не забывайте, что у нас тоже есть частные консультации, что-то интересное, пожалуйста, обращайтесь и обязательно узнаем, все разберем по косточкам. Всего доброго, удачи, будьте здоровы, до свидания.